С самого утра жители этого двора на улице Революционной убирали прошлогоднюю листву под металлодорожки. В 2021 году их двор благоустроили по нацпроекту «Жилье и городская среда». Здесь появилась новая детская площадка. Одним из условий обновления как раз было активное участие жителей, в том числе и в уборке своего двора. Наши жители всегда принимают очень активное участие. Вот в данный момент проходит субботник. Это наш двор, который мы очень любим, который построен для наших детей, для нашего будущего. И мы очень здесь всегда стараемся поддерживать порядок. Мы из года в год вместе с жителями выходим на субботник, чтобы прибрать территорию, чтобы город стал чище, чтобы наш город был самый лучший. С начала месячника по благоустройству на уборку территории вышли более 8 тысяч жителей железнодорожного района. Граблями и лопатами вооружаются сотрудники управляющих компаний, организации предприятий, волонтеры. Уборка скверов, парков и придомовых территорий идет каждый день. Но основной объем работ проводится по средам и субботам. Очень охотно в этом году люди идут и включаются в процесс. Идем в плановом графике и надеемся, что до 1 мая мы всю территорию приведем в порядок. Пойдем проголосуем за благоустройство. Отложив на время грабли и лопаты, жители двора включились в голосование за благоустройство общественных пространств. Благодаря реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» самарцы сами решают, какие локации преобразятся. В этом году в голосовании примут участие 20 пространств, два из которых находятся в железнодорожном районе. Это парк в поселке Толевы и бульвар по улице Чернореченской. Всероссийское онлайн-голосование за новый объект благоустройства на платформе 63.городсреда.ру продлится до 31 мая. Светлана Тимофеева, Петр Поломиев. События.